МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприниматели региона могут освободить от компенсации северных льгот. Кто тогда будет их выплачивать? На Соловках этим летом недосчитались туристов, что стало причиной такой ситуации. Заняться предпринимательством в 7-летнем возрасте теперь реально. Чему научили детей в бизнес-школе поколения Z? Эти и другие темы в центре внимания бизнес-панорамы. Меня зовут Михаил Меньшанин. Я приветствую вас на канале Регион 29. И по традиции начнем с обзора экономики за последнюю неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин выразил обеспокоенность медленными темпами роста доходов граждан. Эту тему он поднял на совещании по экономическим вопросам с главами Минфина, Министерства экономического развития и Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости. По словам президента, даже на фоне приближения инфляции к целевому показателю и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленными темпами. Пятидневка в четыре дня. Не исключено, что на такой системе будет базироваться мировая экономика в будущем. Впервые об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на международной конференции труда в Женеве. Готова ли к таким переменам Россия? По данным в ЦИОМ, почти половина жителей страны, а именно 48% против перехода на четырехневку из-за боязни сокращения зарплаты. Сейчас предложения премьер-министра прорабатывают в Министерстве труда. Результаты будут озвучены в конце сентября. За прошедшие восемь месяцев 2019 года жители Архангельска пополнили электронные налоговые кошельки на 433 тысячи рублей. Напомним, с 1 января появилось понятие «единый налоговый платеж». Это аналог электронного кошелька гражданина, в который он может еще до получения налоговых уведомлений перечислить деньги для уплаты налога – на имущество, земельного и транспортного налогов. Такой способ оплаты сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов и позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налога. В столице Поморья такой возможностью уже воспользовались 169 человек. Объявлен пятый всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года». Он инициирован Российским государственным социальным университетом, поддержан Министерством экономического развития России и Агентством стратегических инициатив. Задача конкурса – поиск лучших проектов социального предпринимательства. В прошлом году на региональном этапе победителем стали четыре проекта. Координатор областного этапа конкурса – Агентство регионального развития. Прием заявок продлится до 3 октября. Федеральный этап завершится 30 ноября. Условия ведения бизнеса на севере и в южных регионах страны должны быть равны. Следуя тому тезису, региональные власти обратились в Министерство экономического развития. Губернатор Игорь Орлов на встрече с министром Максимом Орешковым предложил рассмотреть возможность снизить финансовую нагрузку, связанную с обеспечением северными льготами. На днях из Минэкономразвития пришел ответ. Сделать северный бизнес более конкурентноспособным – одна из основных задач, которую ставят перед собой и предприниматели, и власть. Обозначена она и в соответствующем нацпроекте. По многим позициям затраты на производство товаров на севере, как правило, выше, чем в более южных регионах. Входят в этот список и дорогие энерготарифы, и солидная транспортная составляющая, а также так называемые северные льготы. Социальная поддержка, обещанная государством, ложится тяжким бременем на плечи бизнеса. Эта ситуация может быть изменена. Губернатор региона обратился к министру экономического развития России Максиму Орешкову с предложением освободить предпринимателей от компенсационных выплат по северным льготам. И вот из министерства пришел ответ. Положительно отреагировало наше предложение, связанное с компенсацией тех социальных обязательств, которые несет предпринимательское сообщество, обеспечивая государственные льготы работникам в районах Крайнего Севера. Это, в конце концов, должно было так и состояться. И поддержка Минэкономразвития сегодня много значит. Безусловно, предстоит еще немалый труд на площадке и Минфина, и правительство в целом. Но дорогу осилят идущие. Мы уверенно идем по этой дороге. Я думаю, что мы добьемся результата. Игорь Орлов уже поручил Министерству экономического развития региона приступить к подготовке совещания в столице Поморья с участием представителей малого и среднего предпринимательства, а также федеральных спикеров. На встрече обсудят проект предложений по выравниванию конкурентноспособности бизнеса в районах Крайнего Севера. Будет и еще одна площадка для обсуждения этой темы. Важным этапом должно стать совещание, которое в рамках реализации национальных проектов будет проводить министр экономического развития Максим Орешкин у нас в Архангельске. Мы сейчас будем согласовывать дату, время, повестку этого совещания. Безусловно, она будет ориентирована на то, чтобы поддержать предпринимателей арктической зоны Российской территории, Российской Федерации и людей, живущих и работающих в районах Крайнего Севера. Сейчас важно собрать мнение, какие меры станут наиболее эффективными для бизнеса. Все предложения по выравниванию конкурентноспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера будут рассмотрены на заседании, посвященном реализации нацпроекта до 1 октября этого года. Летний туристический сезон 2019 подходит к концу, и туроператоры, увы, подсчитывают убытки. Один из главных турмаршрутов Архангельской области – Соловецкие острова. Инфраструктура архипелага позволяет принять до двух с половиной тысяч туристов. Но в этом году до предельной цифры оказалось очень далеко. Разберемся в причинах. Туристическому бизнесу в этот сезон просто не повезло. Зачастую мешала погода, летних дней мы практически не видели, масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы на Соловках, да еще и ситуация в Неноксе дала свои плоды. В результате были отменены многие рейсы на Кей-остров. На шпорт не зашли как российские, так и зарубежные лайнеры. А Соловки практически остались без туристов. Людского наводнения архипелаг в этом году не знает. То, что практически прекратился поток туристов из Архангельска, прибывающих на Соловки, сейчас все туристы прибывают на Соловки морем. Соответственно, мы имеем достаточно серьезный спад. Серьезный спад. Процентов 30 от прошлого года для Соловков это много. В сувенирных лавках немноголюдно. По словам продавцов, если раньше покупали предметы художественных промыслов, красочные альбомы, это дорогие товары, то сейчас в ходу магниты, календарики, что весьма недорогое удовольствие. Туристов практически не было. Я бы сказала, категория ВИП-туристов сократилась, которая прилетала самолетом. На Соловки можно добраться двумя способами – водой и воздухом. Небо в этом году практически закрыто для туристов. Ремонтируется взлетно-посадочная полоса. Для сравнения, если в прошлые годы на архипелаг 6 раз в неделю летали самолет Л-410, это 114 пассажиров, плюс Ан-24 трижды, еще полторы сотни туристов, то сейчас на Соловки два раза в неделю прилетают только вертолет, семь мест, в котором зарезервировано для местного населения. Вот и посчитайте, сколько в минусе остается туристов и компаний, которые зазывают на архипелаг. Даже наша компания продавала в среднем от полутора тысяч билетов на Соловки в летний сезон, ну а в течение трех месяцев это порядка 600-700 билетов было датировано на авиаперевозку. Поэтому в результате весь пассажирский поток, туристический поток организованный был сорван. Поэтому примерно 5-7 до 10 процентов мы смогли перенаправить поток через Карелию, но большая часть была отменена. Как могли, перенаправляли на Соловки по водному пути, хоть как-то сохранить лицо области и репутацию компании и не отпугнуть туристов. Для иностранных туристических компаний сложно было менять программу. Ну даже приведу такой пример, как группа из Великобритании для того, чтобы попасть на Соловки, летела на самолетах Л-410 до Апатит. С Апатит они перебирались поездом до Кими, откуда отправлялись на Соловки. И это было сделано для того, чтобы сохранить именно программу по Архангельску. Для размышления, по данным налоговиков, предприятия, работающие в сфере туризма, в 2018 году перечислили в бюджеты всех уровней почти 300 миллионов рублей. Навряд ли такой цифрой сможет похвастаться год нынешний. Тем не менее, региональные туристические компании готовятся к профильной выставке в Москве, где обязательно будут предлагать Соловки. При этом признаются уверенности, что туры состоятся нет никакой. С 1 сентября водители смогут составить извещение о ДТП в виде электронного документа. Далее мы расскажем, какие еще объекты цифровых экономических отношений появятся в ближайшее время. В Гражданском кодексе теперь будут закреплены базовые положения для регулирования рынка новых цифровых объектов экономических отношений, в частности, криптовалюты, а также для совершения и использования сделок в цифровой среде. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 октября. В нем четко обозначен термин «цифровые права», а также правила их применения, сфера использования и особенности оборота. Изменятся правила о письменной форме сделки. Предполагается, что нововведения позволят не только создать основу для заключения смарт-контактов, но и упростить совершение многих односторонних сделок. Отдельно в законе указаны возможности применения электронных средств при голосовании на собраниях, формировании документа, подтверждающего оплату товара, заключений договора страхования. Подробнее об этих и других изменениях читайте на сайте компании «Консультант Плюс». Изменения и поправки в законах появляются едва ли не каждый день. Но следить за всем непросто. Еще сложнее разобраться в нововведениях. Бесплатную помощь предпринимателей по морю могут получить в Агентстве регионального развития. Защита прав предпринимателей, кадровое дело производства, налоговое право, земельные и имущественные отношения. Консультационную поддержку по этим и другим вопросам оказывают в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Место проведения встреч со специалистами – переговорное Агентство регионального развития по адресу Набережной Северной Двины, 71. С сентября в планах запустить консультации по вопросам финансового планирования и бухгалтерского учета. У нас разные варианты общения. Вы можете по указанным мной ранее дням записаться или прийти сюда сразу же в переговорную комнату в Архангельске. Или вы можете онлайн, например, получить консультацию в режиме скайпа, электронной почты или по телефону. Следовательно, даже предприниматели муниципальных образований могут у нас получить поддержку, но уже в электронном формате или по телефону. Также в Агентстве регионального развития большим спросом у предпринимателей пользуются переговорные. Арендовать помещение бизнесмены могут совершенно бесплатно. И еще раз к вопросу помощи бизнесу, но этот раз для самых молодых предпринимателей. В июне этого года при поддержке Агентства регионального развития был запущен уникальный проект «Поколение Z». Вместо летних каникул дети от 7 до 17 лет проходили экспресс-курсы по трем направлениям. Школа лидера, школа бизнеса и школа блогера. Всем привет, с вами Гриша, колпак фан. И сегодня я иду отведать блинов. А вы любите блины? Напишите в комментариях. 12-летний Гриша Жуков на старте своей карьеры. Стать блогером – его мечта. Юноша уверен, это один из немногих способов зарабатывать деньги, не вставая со стула. Воплотить идею в реальность ему помогла бизнес-школа «Поколение Z». Здесь он прошел экспресс-курс по блогерству. На данный момент у меня 28 подписчиков. Я думаю, чтобы мне начать снимать такое, что понравится моим зрителям. Как стать успешным блогером, лидером или предпринимателем? Обучение проходило по трем направлениям. Для Архангельска «Школа Поколения Z» явление уникальное. Экспресс-курсы стартовали в июне этого года при поддержке Агентства регионального развития. На практике детей, которые проходили эти курсы в других городах, они, реализуя свой бизнес-проект, учатся зарабатывать свои деньги. Они их зарабатывают. Они реализуют какие-то детские проекты. Но в маленькой модели это тот же самый взрослый бизнес, который ведут многие предприниматели в России. К слову, обучение в школе – удовольствие не из дешевых. Один урок – 500 рублей. Курс от 25 занятий. Родители и дети уверяют – вложения очень скоро окупятся. Выпускники направления «Школа Бизнеса» уже придумали, как заработать первые деньги. На выпускном они представили проект по производству мыла «Киндер Смайл» с сюрпризом внутри. За тысячу штук мы за месяц можем заработать примерно 245 тысяч. Но все идет на затраты, при том, что прибыль на всех еще. И я посчитала, что прибыль каждого человека за месяц будет примерно 12 521 рубль. Жюри, а это представители бизнеса и городской власти, оценили проект как жизнеспособный. Теперь под крыло его возьмет агентство регионального развития. У нас планируется программа наставничества. В принципе, здесь также они смогут получить поддержку. И также консультации, участие в федеральных программах поддержки бизнеса. Если говорить о сопровождении проектов на федеральные гранты, конкурсы, то там и финансовая поддержка тоже может быть. В сентябре в бизнес-школе «Поколение Z» стартует новый набор. И уже не по трём, а по пяти номинациям. К имеющимся добавится школа актерского мастерства и ораторского искусства и школа финансовой грамотности. А теперь время советов от нашего независимого финансового эксперта Ивана Захарова. Сегодня он расскажет о том, что такое ограничивающие убеждения и почему они могут стать препятствием для зарабатывания денег. Приветствую. С вами вновь Иван Захаров. И в этом выпуске я хочу поговорить об ограничивающих убеждениях в отношении денег. Дело в том, что ограничивающие убеждения очень сильно тормозящий фактор, иногда даже запрещающий фактор для того, чтобы вы начали зарабатывать достойные деньги, которые могут прийти в вашу жизнь. И основные вещи, топ-10 вот этих факторов, я сейчас их назову. Что у меня было первое? Это мне досталось от родителей, они другого не знали. Всегда у нас это пришло из СССР, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, надо очень много упорно работать. Деньги достаются только тяжелым трудом. На самом деле это ограничивающая установка. Это не так. Для того, чтобы зарабатывать достаточное количество денег, я не говорю прям огромные деньги, не надо много упорно работать. Надо просто себе допустить мысль, что это возможно. И вы эти возможности увидите, и вы сможете их попробовать. Возможно зарабатывать больше денег, не обязательно там убиваясь, умирая на работе. Это ограничивающее убеждение. Следующее ограничивающее убеждение связано с тем, что подсознательно многие, опять же это наследие, скажем так, из нашего прошлого, то, что деньги портят людей. Здесь тоже важно себе уснуть, что деньги они не хорошие, не плохие. Они не портят людей. Люди могут быть сами по себе просто внутри, ну так себе. И поэтому деньги они могут быть катализатором, но если человек честный, адекватный деньги его не испортят. Еще одно ограничивающее убеждение, особенно оно мешает людям, кому там за 35, за 40, люди считают, что ну вот это как бы предел, ты уже никому не нужен, у тебя там упадок сил, там возможности, они сдаются. Главное начать. То есть вы можете прокачать в любом возрасте свои знания, навыки и стать успешным человеком. В мире очень много существует истории успеха, когда люди начинали в 50 лет, в 60 лет, даже 70 лет не поздно начинать. Но надо начинать. Следующее ограничивающее убеждение связано с тем, что люди считают, что нужно быть вот прям очень умным для того, чтобы зарабатывать много денег. На самом деле это миф. Интеллект напрямую с деньгами никак не связан. В 90-х годах еще проводились исследования, которые показали, что IQ, обычный интеллект с уровнем дохода связан всего лишь на 10 процентов. То есть нет никакой прямой корреляции. И напротив, эмоциональный интеллект, то есть это навыки общения, убеждения, нетворкинга, управления своими эмоциями, управления эмоциями других людей, вдохновления на 80-90 процентов определяет успешность в жизни человека. Следующий момент. Часто люди связывают успех с исключительно нужными связями или так называемым блатом. Они говорят, вот у тебя связи есть, блат есть, тогда ты успешен. Конечно же связи нужны и они важны, но не это определяющий фактор. Важно то, кем вы являетесь, какую ценность вы можете дать. Следующее, ограничивающее убеждение, оно связано часто, когда вы хотите начать какое-то новое дело или направление и говорите, у меня нет денег. Опять же это ложное убеждение. Первичное оформление самой идеи, она должна быть жизнеспособной, апробированной и так далее. То есть вот это первичное. Отсутствие денег, поверьте мне, это ну просто даже это, скажем так, оправдание своим бездействием. Если вы работаете по найму, очень часто ограничивающие убеждения в области зарабатывания денег лежат в том, что деньги можно зарабатывать исключительно в офисе, работая с 9 до 18. Поверьте мне, это не так. Всегда есть возможность, даже оставаясь в работе по найму, если, скажем, законодательство вам это разрешает, вы там не госслужащий, зарабатывать деньги через интернет. То есть вы можете продавать свои знания, оказывать консультации, в конце концов изучать инвестиции. И последний момент, который я вам хотел рассказать об ограничениях, которые у нас есть, что для того, чтобы вот прям добиться успеха, надо быть там очень беспринципным, идти по головам, потому что в мире вот только циники выживают и так далее. Я, наверное, с этим соглашусь только в одном исключении, это если вы в политике двигаетесь. Да, в политике там все очень прям сложно, необязательно идти по головам. То есть все это возможно делать экологично, чтобы потом не было стыдно спустя какое-то время за свои поступки. Вот такие 10 основных блокирующих ограничений, которые лежат так или иначе связаны с областью зарабатывания денег. Статистически доказано, что 95% страхов никогда не сбываются, а те 5%, которые сбываются, имеют решение. Соответственно, большинство вот этих вот опасений, ограничений не имеет под собой какой-то реальной природы. И как только вы их у себя из головы выбираете, начинают чудесным образом меняться ваши мысли, действия и, как следствие, результаты. Я желаю вам удачи, до новых встреч. С вами был Иван Захаров. Меньше месяца остается до старта 18-й Маргаритинской ярмарки. Главный осенний форум «Поморье» пройдет с 19 по 22 сентября в Нордэкспо. Сколько будет участников и спикеров, как идет подготовка и на чем будет построена деловая программа ярмарки, мы расскажем в следующих выпусках «Бизнес-панорамы». А на сегодня все. Смотрите нас вконтакте и на ютубе. Я же прощаюсь с вами, желаю удачи в делах и продуктивной работы на ближайшие 7 дней.